Здравствуйте! Сегодня мы нарисуем детский рисунок гуашью. Мне кажется, мы давно не рисовали именно этим материалом, и давно мы не выкладывали ничего, чтобы можно было нарисовать с детками. Итак, вам потребуется плотненький лист бумаги, может быть альбомный, может быть какой угодно у вас есть под руками, гуашь, вот у меня обычная гуашь 6 цветов, идеальная палитра для гуаши это блюдце любое с кухни, вот я уже даже выковырила некоторые цвета именно сюда, он просто очень легко отмывается и всегда можно смешать на нем удобно цвета. Ну и пару кисточек, которыми вам удобно рисовать побольше, поменьше, ах да, и водичка, конечно же. Водичкой мы всегда пользуемся с гуашью, потому что она бывает чуть-чуть подсыхает и трудно может быть ей работать. Итак, начинаем мы с фона. Фон мы закрашиваем вот крупной кисточкой, берем и ярко-синим цветом, какой там у вас есть гуаши, просто по периметру закрашиваем весь наш лист. Он может немножко изгибаться, но ничего страшного. Придерживайте его пальчиком, хотите можете приклеить его к столу. Вот так вот все края прокрашиваем у бумаги. Гуашь может быть чуть-чуть прозрачный, поэтому можно на два даже слоя прокрасить. Пока вот так я прокрашиваю, немножко он полосит, конечно, бумага быстро впитывает нашу краску. Прокрашиваем синим красивым цветом, чтобы было такое насыщенное небо у нас, да ведь ночное. Главное вот очень насыщенно края прокрасить, а дальше пойдет легче. Прокрашиваем. Видите, даже несколько раз прохожу по одному и тому же месту, гуашка потихоньку высыхает. А теперь можно добавить немножко водички, если у вас недостаточно густая краска. Я имею ввиду наоборот достаточно густая и не хорошо размазывается. Если достаточно жидкая, не добавляйте. Вот снизу больше синего прокрашиваем, сверху чуть меньше, то есть центр у нас будет чуть выше середины. И постепенно добавляем белый цвет в нашу синюю краску. Вот так вот начинаем вводить его сюда. Белую гуашку добавили туда в синий. И смотрите, видите, я чуть-чуть захожу обратно на уже прокрашенный мной синий цвет. Немножко, чтобы он смешался. Сюда ближе уже не иду. Когда хочу дойти ближе, беру больше белого цвета и больше вот внутрь захожу. Чтобы у меня постепенный градиент, постепенное высветление было цвета. Поэтому нельзя вот сюда на синий намазать белого и потом обратно вернуться к светлому. Надо идти от темного к светлому и постепенно высветлять вот так. Центр в итоге вы закрашиваете белым синим цветом примерно. Не бойтесь разводов. Они здесь не повредят, это кажется таким светом от вашего месяца. Здесь прокрасили. Вымываем кисточку, чтобы она у нас была чистенькая и готова для остального рисования. Можно сразу звезды, кстати, сделать. Никто нам сейчас не помешает. Может быть, даже лучше их сделать именно сейчас, чтобы потом уже у нас было свободное поле для работы. Берем зубную щетку и любую другую кисточку. Берем водичку и капаем вот сюда в белую нашу гуашку, чтобы она стала такой жидкой-жидкой, но не капала с кисточки. Вот такой набираем хорошенько. И теперь, повернув щетинкой к листу, направление на себя, вот так брызгаем себе росы без звезд. Опа! Есть! Все! Больше не надо. Ну, некоторые, видите, ляпки получились. Хотите, можно взять тонкую кисточку. И кое-где, например, вот пусть даже от этой ляпки, вот такие лучики провести, если хочется. Чтобы несколько звезд были вот такие вот они. Яркие-яркие. Центр посветлее. А краешки менее насыщенно. Горизонтальная полосочка чуть короче, вертикальная чуть длиннее. И в центре еще больше жирной красочки поставили. Ну, и можно сверху парочку вот именно таких продолговатых звезд. Вот они там красиво так светятся. Помним, посерединке вот так вот пожирнее. Ну, здесь может быть, да? Для симметрии. Все. Я бы больше и не делала. Вполне устраивает уже это количество звезд. Теперь можно подождать, пока это все чуть-чуть просохнет. Если после высыхания, видите, бумага немножко вот так вот у вас волнеется, ну, это качество всех красок водных, гуашек, варель, то можно вот так просто взять, чуть-чуть выгнуть ее в другую сторону рулончиком. Без особых сгибов. Вот все, пожалуйста, уже ровнее. Итак, нам нужно нарисовать месяц, на сказочный месяц, да, на котором будет располагаться город. Вот мы берем с вами, можно это сделать от руки, да, можно взять блюдце, вот точно такое же блюдце, положить, например, и вот так вот обвести вокруг. Это уже будет низ вашего месяца. Ну, я предпочитаю, знаете, ручную работу. Она более ценная. Пусть он получится у вас не совсем ровный, не расстраивайтесь, ничего страшного. Вы берете и вот здесь, в серединке, тонкой кисточкой, белой красочкой, делаете такой полукруг, чтобы один конец полукруга был чуть выше, чем второй. Вот как будто вы хотите нарисовать круг, но не завершили эту работу. А теперь вы ровняете его, делаете его более ровным, смотрите, где там, что нужно поправить. Поэтому не торопитесь рисовать сразу. Идеальный месяц он может получиться маловатым или кривоватым, например. Мы вот так его набросали, скизик. А теперь мы можем себе позволить, например, его увеличить. Видите, я его сразу расширяю чуть-чуть. Вот, и, не знаю, можно сразу рисовать уже и вторую сторону. Вот отсюда примерно вот такой изгиб ему делаем. Да, как будто у нас полумесяц это. Смотрим, такой красивый, красивый изгиб. И все остальное закрашиваем внутри белой гуашкой. Вот так, чтобы просветов не было, чтобы ярко-ярко он светился этот месяц. Вот такая красота у нас получилась. Видите, какой классный месяц вышел. Можно вот тут рог этот, ой, вместе это, видите, рога называется. Закрасить чуть посочнее, поострее. Можно так оставить. Главное, что он был яркий. Яркий-яркий, вот такой. А чтобы его сделать ярким, нужно хорошо его прокрасить белой красочкой. Если он пока у нас не очень контрастно выделяется, нужно будет его потом обвести, но это когда он высохнет. Все, я вымала кисточку. Теперь нам нужно нарисовать наш городок. Сказочный город на Луне. Тут уж вы выбираете сами, каких цветов у вас будут домики. Можно делать розовые, желтые, зеленые, какие угодно. Давайте начнем, например, с желтого. Берем желтый, если там у вас, как у меня, чуть-чуть застыла гуашка, вот так водички добавили и поковыряли немножко внутри. И рисуем обычные прямоугольнички. Просто делаем их разными. Один большой, высокий, второй низенький. Тут у меня будет желтый домик, я его делаю таким широким. Такой у меня домик будет. Может быть, вот здесь тоже, но уже маленький желтый домик хочу нарисовать. Тени чуть-чуть полупрозрачные, поэтому можно их вот так вот на два раза прокрасить. Есть. Один домик порисовала, второй домик нарисовала. Я по салфеточку вытираю излишки краски. Зеленый у меня достаточно жидкая, поэтому здесь не нужна лишняя вода. Тут рисую маленький зеленый, например, домик. Пусть у меня будет вот такой низенький, квадратненький. Опа. Вот такой у меня зеленый дом. Так пожирнее нарисую, чтобы у меня контрастнее был. Хочу голубую. Вот тут у меня, видите, голубая краска немножко другая, чем та, которую я на палитру себе выковырила. Беру голубую красочку. Например, сзади у меня будет голубой домик. Почему бы нет? Тут такой голубой домик у меня будет располагаться. Чуть выше желтого, видите, все асимметричное. И вот такой голубой цвет, квадратненький, красивый. Рисую. Выбирайте сами. Это же ваш город, да? Поэтому вы сами рисуете, какой город вы хотите того цвета. Вот здесь хочу еще один домик нарисовать, поэтому оставляю здесь пустое место. Я оставила пустое место, я не продумала сразу, что надо бы его там оставить. Можно повыше, пусть это будет самый высокий ваш дом. Так. А здесь хочу, хочу, хочу. Красный или розовый, да? Может же быть. И такой домик у меня вот с белой смешаю, например. Зачем нужна была палитра? На палитре мы смешиваем цвета. Вот хочу вот такой нежно-розовый цвет. И вот здесь у меня будет вот такой не красный, а розовый домик. Белый с красным. Я вот так нарисую. Может быть больше белого введу. И вот так прямо на синим сделался розовый домик. Вынула кисточку. Теперь надо выбрать, какого цвета крыши будут. Могут быть тоже разные, разноцветные. Пусть у вот синего будет крыша красная. Уже без белого. Я просто так внесу чуть-чуть сюда водички. Потому что гуашка затвердевает. Так хорошенько размазывайте ее с водой. И рисуем крышу. Треугольничек такой высокий, красивый. Треугольник крыши нашего домика. Сказочного, лунного. А может быть вы хотите круглую крышу. Тут подумайте, как именно должен выглядеть ваш городок. У красного тоже будет крыша треугольная. Видите, чуть-чуть выходит за домик. Вот здесь. И, конечно же, прячется вот здесь, за рогами луны. Не торчит из нее. У зеленого тоже может быть красная крыша. Вот. Делаем ему красную крышу. Ну, тут красный может смешаться с синим. Лучше подождать, чтобы высох. А не так, как я рисую. Пока выждем. Пусть высохнет синий цвет. Он тогда не будет смешиваться. Тут у желтого домика пусть будет зеленая крыша. Просто, чтобы они были разные, не одинаковые. Не хочу всем делать одинаковую зеленую крышу или одинаковую красную. Вы выбираете разные цвета, чтобы он был более сказочным, более цветным. Так, какой же тут зеленый не хочется делать. Может быть зеленый, не знаю, с белым вот так вот смешать. Чтобы он ярким смотрелся. Вот, тоже неплохо. Чтобы он просто контрастно смотрелся на синим фоне. Он должен быть светленьким. Такой красивой крышкой можно сделать. Есть. Так, надо прокрасить все-таки нашу красную крышу. Берем еще раз красный цвет. И вот уже на высохшую нашу синюю краску наносим красивый красный цвет. И даем ему, конечно же, высохнуть. Гуашь у нас сохнет чуть дольше, чем остальные краски. Мы оставляем в покое. А пока мы нарисуем сказочную лестницу на луну. Да, как туда добираются жители этого города. Мы берем красный цвет. Нам нужно делать коричневый. Коричневого у нас нет. Мы берем красный. Так, побольше его берем. Выковыриваем на палитрочку себя. Берем желтый цвет. Туда же на палитрочку. Смешиваем. Получается оранжевый. А если в оранжевый добавить немножко черного. Вот он у нас черный. Должен получиться коричневый. Но будет слишком темный. Может быть мы его немножко разберем белым цветом. Как вы считаете. Вот, чтобы получился такой молочный цвет. Коричневый. Достаточно свет и не очень темный. Мне кажется, красивый цвет. Мы взяли коричневый, красный, белый и черный. Вот у нас такой получился цвет. Порисуем им. И вот здесь, через всю луну, рисуем такую веревочную лестницу. Она, конечно же, вот так вот будет изгибаться. Потому что она из веревки, а не из железа. И пусть она у нас так загибается куда-нибудь в сторону. И здесь поуже, а потом расширяется. И вот так у нее кончик куда-то там. Раз. И улетает. Да? И, конечно же, перекладинки у лестницы должны быть. Вот так. Раз. Чуть-чуть торчат по сторонам. Два. Перекладинка. Вот какая красивая лестница у нас получается. Три перекладинка. Четыре сюда пошла. Вот кусочек у вашего у меня влез. Ничего страшного. Он не мешает. Можно вот на синем цвете чуть-чуть больше белого, чтобы она была чуть-чуть посветлее и чуть виднее. Потому что на белой луне можно было достаточно темным, а сюда можно уже и посветлее цвет вводить. Тогда будет виднее на темном льме. Вот так. Даже сами вот эти веревочки можно сделать чуть-чуть посветлее. Вот куда-то она там пошла вниз. Туда эта лестница. Можно взять чуть-чуть черного и, например, вот с одной стороны, с краешку, вот этим черным сделать несколько мазочков, чтобы лестница стала объемная. Можно под перекладиной, черной красочкой, кое-где вот так снизу провести линию, чтобы лестница стала такой похожей на стоящую. Как будто у нее там снизу тень. Вот здесь. Вот такая красивая лестница получилась. Теперь жители наших городка могут добираться до своего города. Вымали кисточку от нашего черного цвета. Можно взять той же кисточкой и развести вот тут чуть-чуть водичкой ваш синий цвет. И я бы немножко обвела бы, давайте уберем это блюдце, чтобы нам не мешало, я бы обвела чуть-чуть луну, потому что пока она, вот тут видите, не очень четко видна на фоне неба. Вот взяли, вытерли кончик, чтобы он стал тоненьким. И провели по краю вашей луны такую красивую тоненькую линию. Можно взять фломастеры, обвести фломастером. Можно взять ручку синюю, обвести синие ручки. Главное, чтобы вот появился четкий контур, а иначе луна не очень четко смотрится у нас на этом небе. И вот с этой стороны особенно, видите, у меня почти не видно от этого края луны. Я беру вот так и обвожу вроде как таким же небесным цветом, но чуть почетче. Посмотрите, насколько сразу стала красивее наша луна. Она стала ярче, четче, контрастнее. Она как будто бы вырвалась вперед. И я бы вот обвела еще и домики тоже. Вы можете взять фломастер, обвести. Я вам могу даже показать вот разницу. Можно взять черную гуашку, черной гуашкой обвести. А можно взять фломастером или маркером каким-то, или черным карандашом. То же самое обвести для четкости, потому что домик у нас сказочный. Значит, можно сделать его такой обводочкой красивой, сказочной, чтобы он стал яркий-яркий. Обводим крышу этого дома. Вот так. Тоненько. Главное, чтобы это были не жирные такие полосочки, а тоненькие, аккуратненькие. Вот так пообводили. Здесь. Красную крышу обвели, конечно же. Сами домики тоже давайте обведем, потому что они, видите, не очень у нас яркие. А как только мы их обвели черненьким, вот. Уже получились яркие, красивые домики. Зеленый наш домик. Ну и вдоль луны тоже сделайте обводочку вот здесь. Потому что вокруг мы делали синюю обводку. Сделаем черную водку. И чего у нас в домиках не хватает? Конечно же, окошек. Мы делаем окошки. Можно какое-нибудь одно большое окно. Можно много маленьких вот таких крестик, да, посередине. Как оконные рамы. Так, здесь окошки. Даже в настоящие домики им нужны окошки. Здесь. Как хотите. Сколько хотите окошек в вашем домике, столько и рисуйте. Тут два, например. И на крыше можно сделать черепицу. Прямо мы просто вот такими волнами рисуем. Раз, два, три. Видите? И чем ниже, тем больше этих волн. Такая черепица у наших сказочного домика. У зеленого тоже пусть будет черепица. Чтобы они были такие красивые, как будто бы пряничные. Вот так, так, так. Здесь черепица. А в окошке я бы поставила такие белые пятнышки, чтобы окна казались светлыми. Мы сделали им черные рамы. Теперь можно взять белую красочку на кончик. И вот там между черный храм, вот чуть-чуть белесой нашей красочкой, вот так вот потыкать между этих рам. Вот, смотрите. Сразу окошки засветились, как будто бы жители нашего городка дома. И смотрят на нас из своих окошек. Все, мы закончили работу. У нас получился чудесный, сказочный город на луне. На который можно добраться по лесенке. Рисуйте с удовольствием. Присылайте мне ваши рисунки. Делитесь со мной в комментариях, что бы вы еще хотели нарисовать с вашими детками. Может, у них есть какие-то интересные идеи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые уроки. Ставьте лайки. Пока. Желаю вам удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!